Вот вышли из храма после утреннего богослужения 7 июля 2016 года. Наоборот бы того пожилого пригласил здесь в первый раз, посмотри, он идет, человек, который не может. Проходи на скамеечку, здесь посиди. А ну-ка, садитесь оттуда, посадите пожилых. Садись, трамваи места не уступят, садись. Вот так. Увидали столею, падают сходу. Почему подержать? Нет. Садимся. Садимся. Вот с кем подержать. Так. По ходатайству, чтобы жаль, я дал нам на пилу. Какую? Ну какую, пилец, которая дрова. Знаешь, Игорь, я свою пилу никому не даю тоже. Ну так пошли. Чувак. С нами. Не могу я. Ну не можешь, ну а как? Не могу. Это техника такая, чуть не так, все и все. Пожалуйста, пожалуйста. Сама Волга поговори, чтобы все еще с два с половиной три. Ну зайди попросите, чтобы он пошел, попросите его. Так, Люда, по ходатайству за нас сейчас подадим к Жене, чтобы помог нам спилить там. Небольшие такие деревца не мешают нам пруд делать. Я не знаю. Леша помог сколько, тебе надо подправить взять. Ну так. Поближе подади. Ребята, сгодится это. Сейчас. Сейчас. Подождите, батюшка там говорит. Так, сегодня день памяти Иоанна Крестителя. Вот на что обращает внимание церковь сегодня? Где его мощь? Это главное. Написано, и тело его ученики похоронили. А о голове перенесение одно, второе, третье, как ее воровали, воровали. Монаху доверили, а он был с другой компанией. Он схватил мешок и бежать. Его не догнали. Он быстро бегал-то. Все. Это уже Бог умудрил его так сделать. То есть все уклонилось в другую сторону. Иоанн Златоуст обращает внимание не на рождение. Потому что о рождении все сказано. Лучшее, самое наилучшее празднование святому это подражание ему. Запомните эту празу. Празднование святому это подражание. Ничего толку. Ты празднуешь, а делаешь все не так, как он делал. Какая тебе польза-то? А теперь мы видим биографию, то есть жития Иоанна Крестителя. Проходит 1700 лет до Дмитрия Ростовского. И вдруг под прямой речью идут слова, чего нигде нет. И он не ответит. Ну, благочестивый вымысел называют. Ну, во вред нам, не во вред, но подражать этому мы не можем. Вот его отцу Захарию является ангел. Я рождался, никакой ангел не явился. Вернуть свое рождение назад нельзя, по заказу нельзя. Евреи это понимали. И достаточно было написанного, нет, пророк Илья, почитаемый евреев. Они ему имя придумали, отцу Наваху. Навах отец, откуда взяли, тоже неизвестно. Ни один еврей не знает, но знает, что Навах. И вот он лежит, выносил, мать его в люльке или в коляске, выкатила наружу. И дальше показывает, как он будет, как Амбросия. Лежал ребенок, рот раскрыл, а пчелы рой. Мет ему. Ну, понимаете, это настолько все нежизненно. И этого нельзя. Ну, ты вынеси ребенка-то. Пчелы облепят, ты тут не знаешь, куда его спрятать, если она хоть одна пчела его ужалит. Навах. Является ангел. И кормит его, там, с ложечки, огнем. Ну, огненный пророк-то. Но этого нигде нету. Ну, допустим, кому-то было видно. Ну, подражать этому нельзя. Меня никто не кормил огнем. Огонь Духа Святого сойдет. Дальше. И ангелы его пеленают. Да не вобыкновенные пеленки, памперсы какие-то. А огненным полотном. Вообще-то здорово придумано. Огненным полотном. Ну, нигде этого нет. Мы от евреев получили многое. Написано в Евангелиях строго. Никуда ты за что можешь, говорится, поручиться. Вот я сегодня уже говорил об этом. Никто не знал до 5 века Рождество Христово когда. Никто. Первый начинает подсчитывать Иоанн Златоуст, уважаемый мною. Но ни на чем не основано. Захария первосвященник. Дальше. Захария служит. Когда он закончил служить неизвестно. Под это подгоняется. Живет со своей Лисоветой. Там 55 или 60 лет. Детей нету. Но именно он пришел. Она соскучилась. Рисует. Она его целует. И в это время, в эту ночь именно он зачнется. Ниоткуда неизвестно. Ничего неизвестно. Но так как Рождество Христа не было известно. То начальность обратной позиции. От Иоанна Крестителя. Ну узнали, не узнали. Но однако принята дата. Ну а через 6 месяцев родится Христос. Раз на 7 Иоанн июля, 7 января родится Христос. Ну тут же. Но первоначальная, изначальная ошибка даже в дате новой эры. Дионисий Малый подсчитал. 532 года уже прошло. И все еще считает эры главного гонителя Диоклетиана. От рождения Ленина считают. И наконец начинает считать. Он считает, видит, оборот идет. 532 года. Он Пасхалию рассчитывает. И попадает в те же числа. Пасха. Западает. 532 года. Он сразу явился там. Кто? Синод свой. И говорит 532 года. И опять все повторяется. Он как таблицу Менделеева раскладывал карточки. На какой год куда. И он не понял, что это цикл солнечной и лунной. Там 28 на 18 умножает 532. Ну сколько там? 83. Там двойка получается. И тогда они подумали. А не случайно это наверное? Это наверное указание на дату рождения Христа. То есть абсолютно ни на чем не основано. И дата была принята. И только в 19-20 веке увидели, что ошибка. Ошибка. Начались раскопки. Нашли это гнездо Ирода. Дату и не совпадает. Ирод умер за 4 года до рождения Христа. Этого не могло быть. Он гонитель. И поняли сегодня. Ошибка в 4 года. И эта ошибка продержалась 1800 лет. Она не влияет на спасение. Но мы обратим внимание, что в жизни Иоанна Крестителя самое важное было. Это его жизнь. Но подражать ей сегодня никак. Иордана нету. Пойти в пустыню. И чтобы народ туда шел, этого нельзя сделать. А народ почему шел? Радио не было. Телефон еще не работал. И собрать народ нигде нельзя было. Потому что Ирод был центральным комитетом партии. И люди, собиравшиеся вместе, слышали речи пророка. А почему он самый великий? Что он выше пророка Исаии? Конечно нет. Но написано, из рожденных женами не рождался больше. Больший. То есть самый близкий ко Христу. Он прямо коснулся его. А другие пророки издали, видели. Издали, говорит. И желали увидеть. Желали. Он ничем не выше пророка Иеремии. Никаких пророчеств нигде нет. Те умерли. Этот умер. Но те двигали целые народы. А от Иоанна Крестителя ничего нет. Но это выражение мы сохраняем. Главное это смерть. Иоанн Златоус заостряет внимание. Тебе как кажется, вот Иоанн Креститель то, он святой? Святой. Мученик, мученик. Ты хотел бы быть таким? Да. Иди обречи правителя. Почему он развелся? Почему с законом венчанной женой развелся, а берет другую? Не чистоплотную, может быть там иродиаду свою нашел. Это ирод. Ты хочешь быть мучеником? Пойди обречи тирана. Ну пойди. Он обречал. Кого? Безнравственность. Взял, отнял жену брата. Это нужно, можно было делать. Если брат умер бездетным. Но у брата была дочь. Иродиада. Если он сам бы умер ирод-то. Это сказать брат его Филипп. Он отнял при живом. Нарушение сплошное. И рядом священники, синод, патриарх. Ни один рта не раскрыл. Почему? Они питаются от этого. Это система. Система подавляет свободу и человек скованный. Вот его послали к нам. Допустим это Роснадзор. Она видит все не так как написано. Ну, люди истратили средства, отпущенные на лагерь детский. Воды нету. И она не знает куда это теперь. Она на нас это наклеивает. Свои правила на христиан. Да там не написано, чтобы мы соблюдали безбожие правила. Так и здесь. Все молчат. И только один человек понял, куда это идет. А как? А вот так. У царя так сердце была хорошая, красивая жена. И однажды, когда сердце его развеселилось, он решил перед князьями, а это было 127 областей Сатрапиум. Всемирная держава. Показать. У меня много сокровищ видели? Да. Показывает сосуды, вынес все. Но самое главное сокровище ему Махан говорит, твое там находится. Это жена. Красавица, умная, характером. Она мужу дает советы, как царица Александра Николаев. Царь говорит, хорошо, приведите. Вот это Есфири показывает. Привезти она. Уперлась. А что я пойду? Там сидят пьяные. Наглотались. Да я пойду. Не пойду. И царь в недоумении. Как же так-то? Я же сказал. А что же делать-то? Как его? Связать, привезти? И тогда князья сказали, смотрите, беда большая. Вот сейчас разъедутся и скажут царя, слово которого трепещут народы. Женщина не слушается. И эти княгини скажут, царица позволила себе. Ну и ты пошел отсюда. То есть сделают всю страну подкаблучниками. А дворяне услышат от князей туда же. И мужик простой увидит. И тоже так же будет делать. Бабы-то у них такие крутые. И они сейчас начнут ими пренебрегать. Скажут, собирайся ты поехать. А я не поеду. Он сказал ей, не ходи. А я пойду. Ну то есть все развал будет. И сказали, царь, прими меры кардинальные. А что делать? Отстрани ее царство. Да ну ничего особо. Царь отстрани. Беда большая будет. Но я не могу без нее. По всему царству объявим поиск. Устроим конкурсы мисс красоты. Ну выберем там тебе. Ну немножко так. 9700 из государства там. Ну а ты пойдешь и смотри. Ты же царь. Выбирай. И вы знаете, это книга Испирь все говорит. И фильм хорошо поставленный. Как он вышел. И она его взяла не одной красотой. Еврейка. Еврейка. Умнейшая еврейка. Умнейшая нация. Люди злословят этот народ. Надо по делу Божию смотреть. И дальше что будет? И она народ свой освободит от казни. Когда принято решение было истребить всех для одного еврея. И празднует этот день. По сегодняшний день. Этот Пурим. Еврейский народ по всему миру. И она дала указание праздновать его. И это прошло уже 2600 лет. И все празднует и празднует. Празднует. Фигурки лепят. Виселица. И поздравляют друг друга. Ну и шоколада. Уша Амана. Противнику надо уши обрезать. Они делают печенье в виде ушей и поздравляют. Ну православных то. Вот эта Пасха которую делает. Это гроб. Гробоеды. Яйцо крашеное вареное оно ничего не значит. Яйцо означает только сырое. Где жизнь. Сегодня все мертвое. Христос не может мертвым быть. Он воскрес. У нас все перепутано. Но мы должны узнать хотя бы как это было. И вот он говорил. Царь не должно тебе иметь ее. Но были другие речи и царь слушал его. Многое дело даже так. Но в истории мира остался не царь губитель. А царь восстановитель храма. И вот сегодня указание от Патриарха. 200 храмов в Москве. Там такая борьба идет. Ну маленький участок земли. Дома большие стоят. Приезжают строители. Народ весь встает. Не надо нам храма. У нас вот рядом храм. Патриарх сказал 200 храмов. Ну куда никто не ходит. Детям играть негде. Собаку выголить некуда. Там такие митинги идут. Заборы ставят. Валят заборы. Люди под экскаватор лезут. Это надо? Это Ирод делал 46 лет. Ремонтировал храм. А народ израильский знал. Он погубил там-то. Погубил жену, детей, маршалов, генералов. Как Сталин. И это все забыто. Потому что не было сбережения народа. Об этом не заботились. Забыли назначение свое. А вспомнился храм. Храм Христа Спасителя. Главное это это человек. Человек. А сколько погубил? И говорит. 14 тысяч младенцев. Ну не верят в это статисты. 14 тысяч мальчиков. В маленьком каком-то. Ну городишко там уже тысяч пять было. И в окрестностях. Там народу-то столько не было может. Ладно. 14. Но в России каждый день убивают 18 тысяч младенцев. Каждый день в утробе матери. Сегодня больше. До 20 с лишним. Вот Ирод то где. И он говорит об этом. Царе. Который совершил беззаконие. Вот ты хочешь быть мучеником. Не можешь его таскать, рубить, резать. А то у нас фаланга одна. От Иоанна Крестителя. Теперь римский паша. Султаны говорят. А у меня целая ключица. Раскопали дескать. Отрезали. Ключица у мусульманина. Ключица Иоанна Крестителя. Зачем? Главное это его подвиг. Подвиг. Это бедность. Пост и молитва. Бесстрашие. Быть верным до конца. Вот в этом надо подражать ему. На сегодняшний день. А сегодня золоченая парча. Там не подойдешь. Кому он празднует то? Одежды верблюжьи. У него ничего не было. Ну подражай хотя бы в этим. Ну хотя один день на Саранче поживи. На Акридах. Едят не знаю что есть. Какие кушанья. С золотыми ложками золотых чаш. И написано. Подражайте вере их взирая на кончину. Не на рождение. А на кончину. А сегодня люди везде обливают. Обливают водой друг друга. Называют Иван Купала. Я сегодня говорил об этом. Почему? Из-за того что не крещеные может. Поэтому обливают друг друга. Кто то должен это объяснить народу. Это везде. Вот ехал мотоциклист. Но целлофан и мешочек набрали. Бросили. Он как вильнул. И машина сразу погиб. В Барнауле пишут. Я еду в трамвай. Они прямо в окно. В водителя мешочки забрасывают. Везде вода забрасывает. Вода течет. Это празднование. Иван Креститель это делал. То есть обыкновенное язычество. Поглотило. Это не праздник. Можно работать сегодня. Это памятная дата. Памятная дата величайшего из рожденных женами пророков. То есть самого близкого ко Христу. Величие его в этом. И поэтому у него много названий. Обличитель царей. Бесстрашный заступник нравственности. Но он вошел в историю как Ян Креститель. То есть церковь выделила главное. Вот в чем главность его. Он вплотную ко Христу. У нас икона-то посмотрите католическая в храме. И везде. Христос стоит на берегу. Из какой-то черепушки поливает. Кто нам это навязал? А икона-то жорданвилля. И сейчас скажи батюшке заменить то. Еще вы сумеете заменить? Ну нормальную икону-то поставьте. Что в воде оба стоят. В воде. Ну иордан-то там не везде. Даже его пешком перейти можно. Но есть места где глубоко. Но значит там он и стоял. Как бы он возложил руки и показал. Это единственная икона которая у нас вообще противоканоничная. И она у нас здесь. Прямо под лосточным гнездом. Я об этом говорю. И надо принять какие-то меры. Но это нельзя сделать без батюшки. Нарисуйте какую надо и повесим. Ну вот правильный ответ. Я другого не ждал. Пока нету. Пока это будет. Но только знайте что оба сошли в воду. Филипп и Евнух. И сегодня выделяем. Главное это его верность. Кончина. Везде аборты. И нашелся один представитель власти в Российской Федерации. Один. Глава администрации. Один. Который ввел закон запретить аборты. А государство то это не приняло в Российской Федерации. Это нет закона. А он один восстал против российского закона. Ни одного аборта не будет. Ну в мусульманских странах там сразу смерть. Ее казнят. Она один аборт может сделать. Больше не сделает. Ее разрубят. Ее вот так. Сунули гранату. Отскочили ее рвануло. Одни тряпки валяются. И кто это сделал? Мусульманин. Рамзан Ахматович Кадыров. А сейчас везде. Вот за одно это только он достоин почтения. Это чтобы другие главы администрации себя вели. Если вы не понимаете что такое один человек. То что такое тысяча. Это огромная группа людей. Тысяча тысяч. Только один миллион. Тысяча вот таких вот компаний по тысяче. Это будет миллион. У нас за перестройку погибло 120 миллионов. Абортов. Что непонятно. Где Иоанн Креститель? Ну а если бы эти которые приходили к этому. К Ироду. Сказали бы. Не в Ефлееме. А сказали где-то в Израиле. Значит если Израиль под нож пустил бы. И пустил бы. Он был решительный деспот. Два сына учились. В университет кончили. В Риме вернулись. И кто-то говорит. А они в Риме получили указание. Свергнут тебя. Он сразу их казнил. Узнали что у жены яд есть. Он сразу жену казнил. Яда никакого не было. Это был очень решительный Сталин. Сталин или Гитлером его можно назвать. Ирод это человек грубый. Плотской. Безжалостный. Сколько таких Иродов. У нас самих нет этого Ирода. Безжалостный к истине. К справедливости. К слову Божию. К благовестию. Благовестия не надо. Библия в стороне. Я вот сегодня. Люди пришли некоторые. Ну я просто хотел показать. Где у нас Галя? Не вижу я ее. Подойди сюда. Ко мне. Вот посмотрите внимательно. А. Отдай другому. Отдай. Ничего не будет. Ну возьми на руке. Возьми. Это не причина. Вот посмотрите. Я не говорю что вы плохие или что. Но посмотрите. Я просто выделяю ее. Как она сама умеет и как других научила. Сделай три поклона. Как в храме делаешь. На храм. На крест. Смотрите внимательно. Вот такой поклон должен быть. Все. Спасибо Христос. У ваши такие же сестры кланяются. Я уж не хочу называть. Чтобы не подвергнуть удару. Что она ее видел. Вот ее ребенок стоит. Точно такие же поклоны делает. Почему? Она занимается детьми. Это образец. Приехал мальчик. В алтаре прислуживает. А ну-ка подойди сюда. Алтарник. Давай обзывы алтаря прислуживай. Там позвонили. В Белоруссии. Приехали на асфальте. На 73-м километре стоят. Как доехать. Сейчас надо поговорить. Сейчас позвонили. Едет группа с Екатеринбургов. Завтра встречать без 15,7. Маленькая группа с Владимиром Галядухиным. На трассу надо за ними ехать. Так. Сколько человек? Двое. Двое? Да. Ну все. Только к Сергею. Сергею. Я не проеду. Сергей не проедет. Это вот алтарники. Алтарники. Снимите порошку. Вы никогда в алтаре, когда в алтаре были, ни разу правильно не крестились. Похлон вот какой. Даже старообрядцы и те маленько побольше. Евреи у стены плаща вот так вот только кланяются. Вы же не евреи. Только толкну. Опять то же самое. Сказал, проверить себя можно. Если ты перекрестился, то руку опусти, чтобы могла достать пол. Он делает вот так вот теперь. Вот так вот. Раз. На сторону вот так вот. Ноги согнул и все. И где? Из спортивного лагеря прибыл. Спортивное лагеря есть. Ты боишься согнуться? Не боишься? Не боишься? Так, возьми порошку. Сделай три поклона. Руку не опускай. Как следует согнись. Видел, как буквально Галина Александровна? Так еще. Можешь прижать. Так, поклонись. Это не моя. Я говорю, руку не опускай. Посмотри. Вот я совершил крестное знамение, чтобы рука досталась здесь. Теперь соверши вот так. Руку наклони. Я после операции, но он меня достает. Поклонись. Так, рукой попробуй теперь достанешь пол. Нет, вот как кланяешься. Нет. Вот еще. Вот только как. Я вам показал. А вот так махать рукой. Златоуз говорит, бесы радуются. Ты вот как попала, а рядом демоны. Наш человек. Наш человек. Вот мы поговорили. Иоанн креститель был не таким. Он подвязался на все сто процентов. Был верный до самой смерти. Ему стоило только отступиться. Иногда говорят. Ну ты говоришь. Ну ты думал, какие последствия будут? Мне думать не надо. У меня повеление сказать. А последствия Бог берет на себя. Написано. Не жалей для него розги. А ювенальная лисица отнимет. Ну ты ей поклоняйся тогда. Не ври на Бога. А я его нахожу. Он убежит из дому. Ну тогда поклоняйся дороге. Дорога. Не дай ему ходу. Твое дело повеление Божие. А что дальше будет, Бог берет на себя. Вам понятно? Богу нашему слава. Вот встречать надо сейчас. Подумать, как встретить. Все. По парам собирайтесь. Берите за руки. Вперед те мальчики. Ну иди вперед. Беги. Догоняй. Опять сзади всех. Беги. 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 Беги.